Всем привет! Это Ирина Воскресенская. Сегодня с вами соберем тортик на черновую. Видео будет полезно для тех, кто только начал заниматься сборкой тортиков. Или для себя кто-то хочет научиться. Я уже выпекла ванильный бисквит. Как делать вот такие ровненькие пушистые бисквиты. Ссылочки всегда в инфобоксе. Смотрите, здесь у меня крем-чис на сливках. И я сделала клубничное пюре. Все будет в ссылке там под видео. Так, вот выпекала бисквит я вчера. Он у меня уже хорошо отлежался. Он у меня был в пленке. Пленочку с вами сейчас мы снимем, разрежем. И пленку мы не выбрасываем. Она нам еще пригодится. Просто ее отложим в сторону. Все, бисквит у нас готов. Сейчас нужно его будет разделить на три части. Смотрим сбоку. Разрезаем на три части. Прошли по кругу и начинаем резать. Я вот так поворачиваю. И бисквит ровно и красиво режется. Потом мы опять смотрим, где мы с вами ровняли. На части. И опять вот так по кругу. И все готов у нас второй корж и третий. Теперь берем подложку. Небольшое количество крема наносим на середину. Размажем. Это позволит не скользить бисквиту. Ставим на серединку. И я собираю тортики в кольце. В том же кольце, в котором я выпекала. И это очень быстро, удобно. И корж получается очень ровненький. Вот такое кольцо, в котором выпекался бисквит. Вот так на пленку. Защипляем, чтобы она нам тут не мешалась. В принципе, все мы подготовили. Берем с вами сироп. Классические бисквиты всегда надо пропитывать. В принципе, некоторые даже и не классические, масляные пропитывают. Но классические, которые только из муки, яйца, сахара, всегда пропитывают. И нижний корж слегка всегда пропитывайте, потому что он под тяжестью все равно будет больше всех пропитан. Все будет вниз идти, там пропитываться. И у вас, если вы сильно пропитаете, может вот здесь конденсат. Ну, то есть, не конденсат даже, а просто сироп выделится по краям. Нам этого не нужно, поэтому нижний прям слегка. Он все равно хорошо пропитается. И сухим не будет. Так, берем крем. И начинаем с вами по кругу аккуратненько выдавливать крем. Ну, я люблю это делать по спирали. Мне кажется, так всего удобнее. Так, выдавили по спирали. Берем ложку и начинаем разравнивать. Очень удобно в кольце именно при помощи ложки это делать. Все, разравняли. Опять берем пакет с кремом и наносим ободок. Вот, бортик делаем, да? Сделали ободок. Опять берем ложку. И делаем такое подобие чашечки, чтобы никаких разрывов не было. Потому что сейчас мы сюда будем помещать ягодное пюре, ну или какую-то другую начинку будете. Например, карамель. Чтобы у нас ничего не убежало, надо сделать аккуратно вот этот бортик. Теперь берем половину пюре. Вот, приблизительно смотрим. Нужно, конечно, на весах. Аккуратно разравниваем. Берем второй корж и аккуратненько его помещаем в кольцо. И сейчас бока аккуратненько с вами прижмем. Вот, смотрим, чтобы аккуратненько все было ровненько. Берем сироп и здесь уже хорошо пропитываем. Вот этот сироп мы с вами сейчас разделим, то, что у нас есть, на два коржа. Сразу пропитываем вот этот средний. И тут же пропитываем верхний корж. Ну, весь сироп у нас должен с вами уйти. Повторяем снова. Берем крем. По спирали его выдавливаем. Выдавили. Ложкой разравниваем. Разровняли. Делаем ободок. Все, давайте, чтобы у нас ничего не оставалось. Весь крем как раз уходит на спорку черновую. Ну и опять с вами делаем. Вот так вот прижимаем. Делаем такую чашечку. Нужно и вверх вправнять, потом опять так вот, чтобы ровненько было. Добавляем пюре. Разравниваем. Берем последний корж, накрываем им. Опять начинаем так вот прижимать края, чтобы у нас он вот не такой был, а ровненький. Вот, тихонечко так продеть по кругу, краешки прижмите. Так. Ну здесь у нас все чисто, потому что мы собирали свое кольце. Теперь берем пленку, который был прикрыт у нас, покрыт бисквит. Закрываем сверху. Я беру форму разъемную, тоже 16 см. Вот. Прижимаю. И сейчас небольшой груз. Можно вот сюда вот сливки, например, 500 мл. Или что-нибудь. Какую-нибудь баночку поставить. Не тяжелую. Не больше 500. Вот так вот. И у вас получится абсолютно ровный. Кольцо неразъемное, оно не разъедется. Сверху у вас ровненько будет прикрыто. Вот так вот. Этот способ позволяет делать очень ровную заготовку. И потом ее хорошо, потом уже хорошо ее украшать. Ну все. Отправляем. Лучше на ночь. Торт бисквит сам очень хорошо пропитается. Крем застынет. И завтра очень будет хорошо его собирать. Ну вот. Мы собрали с вами тортик на черновую. Надеюсь, кому-то это видео будет полезным. Особенно, кто в начале своего пути еще изучает все техники. Как собирать, как делать тортики. Эта техника позволяет очень такой... Получает на выходе перед чистовой покрытием очень ровную такую заготовку. Вот. За ночь он хорошо пропитывается. И вот так вот уплотняется. Потому что тут сверху мы груз ставим ровненький получается со всех сторон. И нет никаких проблем потом его украшать. Ссылочки на то, как делать хороший бисквит, как делать крем-честный в сливках, оставлю в инфобоксе. Смотрите. Не забудьте, кто не подписан, подписаться на канал. Нажать на колокольчик, чтобы получить уведомление о новом видео. Так как мы еще с вами будем этот тортик покрывать чистовым слоем и украшать. Так что скоро увидимся. Ваша Ирина Воскресенская. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok